5,5 миллионов рублей. Где найти такие средства в условиях дефицитного бюджета? Перенести расходы на следующий год или, вопреки всем сложностям, найти источники финансирования? В собрании депутатов Нинского округа обсудили вопрос, который, по мнению многих участников заседания, не должен даже обсуждаться, а должен быть принят к исполнению. Речь идет о финансировании изготовления и установке надгробных памятников на могилах участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. Дело важное и нужное, ведь на весах бесценная память о подвиге наших предков. Но вся загвоздка в том, что в бюджете региона на 2016 год такой статьи расходов не запланировано. Ирина Сепетова продолжит тему. Работа по изготовлению и установке надгробных памятников на могилах участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий за счет бюджетных средств началась в 2014 году. Тогда была создана рабочая группа, которая занималась разработкой соответствующего постановления. Сложная и кропотливая работа шла активными темпами. Родственники павших воинов и работники муниципальных образований собирали необходимые документы, вспоминает Вячеслав Карипанов, председатель окружного совета ветеранов. За два года в округе было установлено 442 памятника. В 2015 году на эти цели направили более 6,5 миллионов рублей. В 2015 год, значит, в октябре месяце мы узнаем о том, я имею в виду окружной совет ветеранов, что данный вопрос или данные обязанности, обязательства округа на 2016 год не запланированы. Мы сразу стали обращаться, может быть, это наша ошибка, в устной форме считая, что вопрос может без всякой письменной волокиты еще решиться. Нам были даны заверения, начиная от первого заместителя главы администрации и кончая советниками губернатора по социальным вопросам о том, что вопрос данный будет решен и обязательно решен в 2016 году в том объеме, который существует. Несмотря на все разговоры и обсуждения, финансирование изготовлений и установки надгробий в бюджет 2016 года не внесли. Причина – отсутствие заявок муниципальных образований. На 2016 год расходные обязательства в бюджете были не предусмотрены. На момент формирования бюджета 2016 года достоверно полной информации о потребностях таких надгробных памятников не было представлено муниципалами. По словам Светланы Каневой, в октябре 2015 года было принято постановление, согласно которому расходы на эти цели предусмотрят только в 2017 году. Писок уже формируется. В нем более 188 имен павших воинов, захороненных на территории НАО. Цена вопроса – 5,5 миллионов рублей. Вот только общественников и многих депутатов окружного парламента такая отсрочка не устраивает. Год упускать нельзя. Я считаю, что эти средства найти можно было. Вот это движение, оно должно всегда иметь экономическое основание, всегда должно быть в зоне нашего внимания. И 2016 год не должен быть пробелом. Не упускать год и найти средства на финансирование важного мероприятия – так решили участники постоянной комиссии по социальной политике. Изыскать средства предстоит уже в самое ближайшее время. Вариантов несколько. Первый – средства, которые выделяют компании-недропользователи на социально-экономическое развитие региона. Так неужели 6 миллионов? Оттуда нельзя этих денег найти? У всех возникает вот такой вопрос. Не надо нигде где-то ничего не сокращать, вычеркивать, изменять и прочее. Вот отсюда 6 миллионов, понимаете? 6 миллионов. Второй вариант – вынести решение этого вопроса на июньскую сессию, когда депутаты будут принимать очередные поправки к бюджету. Третий – организовать изготовление и установку надгробных памятников на средства грантов. Все эти предложения будут рассмотрены, решения примут в ближайшее время.